Возглавляемый Дмитрием Рогозиным Роскосмос ввёл санкции против компании «Прогресс», которая производит космический корабли «Союз». Ранее «Прогресс» соединилась с чрезвычайно убыточным и разрушающимся центром Хруничева. Как погибает российский космос? Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Захарыч Блаженный. И, в принципе, следовало бы сказать, как оптимизируют всю Россию и вообще всю бывшую Российскую империю. Так президент Украины Зеленский заявил о готовности к большой полномасштабной войне с Россией и сообщил, что в этом случае мы все пойдём воевать. Сам Зеленский вряд ли будет в первых рядах или где-то ещё, но его готовность к разговорам о войне говорит о многом. Вскоре после смены товарища Трампа на Джозефа Байдена всё и начнётся. Подписывайтесь, друзья, жмите колокольчик, чтобы вам уведомления приходили, пишите комментарии разумные и взвешенные, поддержите мой труд независимого журналиста. Я живу и действую сам по себе в одиночку. Вот я принял для себя ещё раз такое решение. И вот снова я один, хотя я и был один. Вот просто я отвечаю только сам за себя и вот буду сам по себе. Да, и хочу сказать вам забавную новость, друзья. Алексей Навальный спел о своём отравлении. О чём это говорит для меня? О главном. Он и его консультанты смотрят мой канал. И не только мой канал, он наблюдает за моей деятельностью. А вот это вот песнопение. «Избави нас от Путина». Мне один зритель звонил, говорил, вот рингтон ему нужен протестный. Вот, пожалуйста, используйте, дорогой друг. А Навальный вот так вот пользуется моими методами. Ну, допускай я придумаю что-нибудь ещё, хотя хочу сказать, друзья, что вот именно вокальная песнопенная магия, она самая сильная. Так, недаром же в Русской Православной Церкви мужские хоры – самая мощная штука, на самом деле. Одна из самых мощных. И вот колокола – мощнейшая штука. Ну да ладно, об этом не будем. Счётная палата Ирафистана заявила о недостаточности мер по снижению бедности в РФ. Они планируют какие-то делать действия, какие-то триллионы, триллиарды куда-то вкладывать. Но всё это – фуфло. Почему? Потому что везде будут стоять эффективные менеджеры во главе. А задача каждого эффективного менеджера – наворовать как можно больше. Желательно, в идеале, на яхту для своей очередной потаскухи. Прости, Господи. В идеале, чтобы было что-то вроде этой таблички на лавочке в Центральном парке Нью-Йорка. И им плевать на людей, им плевать на предприятия, которые они возглавляют, на будущее нашей с вами Родины. Это люди без Родины. Топ-менеджеры. И эти крысы разрушили практически всё, оптимизировали. А сейчас Гнерогозин вместе с ГОП-компанией добивает российский космос. Они могут трындеть что угодно, но они ухитрились такую цветущую достаточно отрасль разорить и уничтожить практически. Слияние Прогресса с Центром Хруничева, а теперь санкции Роскосмоса против Прогресса говорят об одном, что этот упырь краснолицый, это не оскорбление, я тоже краснолицый, я знаю от чего это, а когда выпиваешь много, рожа краснеет. Вот этот краснолицый упырь хочет всё как бы подмять под себя, вот как Путин подмял под себя всю Россию, всё поджал. Поэтому никогда при Путине Русь не вырвется из тисков бедности. И Дмитрий Рогозин хочет подмять под себя всю ракетную космическую промышленность. И тогда конец всей нашей промышленности, остатком советского наследия. А тут и Зеленский недалеко. И Зеленский сейчас стравит уже не на уровне Донбасса, а целиком остатки украинского с остатками русского народов. И сольётся кровушка славянская в землю. Вот какие чудесные у них планы. Сейчас, друзья, только товарищ Трамп уйдёт от власти. Кстати, уже команда Джозефа Байдена заготовила целый веер санкций. Ударять они, конечно, будут по Путину и по его друзьям. А Путин и его друзья будут, соответственно, сосать кровь. Угадайте, у кого? Правильно, у нас с вами. И планируется, я уже говорил об этом, да это говорилось много раз, команда Байдена думает всерьёз об отключении России от системы SWIFT. Система мгновенных межбанковских платежей. К слову, сегодня РФ в этой системе занимает третье место по числу транзакций. Впрочем, наши эксперты уверяют, что всё будет ништячок и чудесно просто, потому что мы уже с Китаем в рамках BRICS, такого договора, типа противовес НАТО, Большой Семёрке, Бразилия, Россия, Индия, Китай и С, кто-то там С ещё не важно, Сирия, может, не знаю, свою межбанковскую систему создали, и Китай тоже создал. Они пока, эти системы, в зачаточном состоянии, но наши эксперты радостно уверяют, что нам потери SWIFT-а нипочему всё будет зашибись. Я же всё же хотел бы сказать, что будет не так зашибись, будет очень-очень плохо, порушится всё. Кроме того, поверьте, друзья, чтобы вы понимали, о чём я говорю, в Арафистане, благодаря Ельцину, предателю чудовищу, а за ним и Путину, полностью разрушена промышленность. Промышленности просто нет. Мы даже подшипники производить не можем, понимаете? Вот. Мы беспомощны. Вот. Сейчас Рогозин добьёт Роскосмос и не будет вообще ничего. Вот и всё. И все эти разговоры о каких-то этих... Россия, получается, сейчас в роли кого-то, извиняюсь, кто ложится под кого-то. И сейчас Россия как бы сама, суверенна. Россия сейчас вытолкнута из западной сферы влияния в восточную. А уж эти нас, поверьте, растерзают по кочкам, прокатят. Достаточно вспомнить пример Китая, который, по-моему, 6 лет назад просто забрал силой горно-бадахшанский район у Таджикистана. На этот район ещё раньше, лет 40 назад, советские учёные называли сокровищницей СССР. Вот так вот. Китай пришёл и забрал. С нами церемониться никто не будет. День ото дня мы слабеем. И конец уже, собственно, близок. В следующем году всё и начнётся. Я всё-таки хочу верить, что это будет не конец, что сможем мы воспрять и, согласно некоторым пророчествам, победить. Посмотрим, поживём, увидим. Потому что, честно говоря, воюем мы сами с собой. Что ж, такие вот дела, друзья. В общем, да, и напоследок, на сладенькое, они собираются начать вакцинацию людей старше 60 лет. Они уже заявили, что вакцина безопасна и для людей старше 60 лет. Посмотрите, у меня в начале боевой вирус ухани у меня есть плейлист. Посмотрите, поройтесь в самом начале по датам. Я про всё это рассказывал. Я предсказывал, как всё будет. Всё так и происходит. Я вывалил всю информацию в открытом доступе. Посмотрите, изучите. Я действительно вижу будущее и могу его предсказывать. Да, в общем, ужасны планы их. Ужасны их планы, дорогие друзья. И они продолжают притворять их в жизнь. А Навальный песенки запел. Вот гад какой, а. Мою идею спел. Ну что ж, а я что-то пить больше ничего не хочу. Депрессия адская. Приближаются эти праздники. И снова я буду совершенно один на эти праздники. И всё чаще и чаще меня посещают недобрые мысли о том, чтобы наконец самозавершиться. Вот. Но я желаю вам всем, друзья, весёлых, хороших праздников. Наслаждайтесь обществом любимых и любящих вас людей. Дарите подарки и радостно принимайте подарки. Если у вас есть такая возможность купить подарок. Вот. Потому что счётная палата признала недостаточными меры по борьбе с бедностью. Что ж, вот такие дела. Напоследок скажу удар по свифту. Вот мы говорили, так беседовали с собеседником. И он говорит, да у Путина сотни миллиардов там уже лежит освоенных как бы его. Вот. И да, я с этим согласен. Я знаю, что это много. И ещё больше выведено за рубеж. Свифт. Отключение свифт сделать невозможно многое. Дополнительные санкции. Помните, года полтора назад громко заявлялось, что американское разведсообщество обнародует все данные о счетах друзей Путина. Ну, то есть о ворованных из Руси деньгах. Они этого не сделали. Товарищ Трамп постарался. Но дни товарища Трампа сочтены. И товарищ Трамп лихорадочно освобождает из тюрем закоренелых преступников. Товарищ Трамп на самом деле очень серьёзно подходит к тому, что будет после воцарения Джо Байдена с Камалой Харрис. Потому что, скажу напоследок, совсем напоследок, а я ошибаюсь гораздо реже в таких прогнозах, чем многие другие, Соединённые Штаты Америки ждут очень-очень-очень непростые времена. Ибо плавильный котёл, некогда подогревавшийся одной идеей общего государства, что-то перестал плавить. А движение Black Lives Matter, которое возглавляет Джо Байден с Камалой Харрис, ну, инспирировали, инспирировали они же. Вот, а это движение, оно грозит разрушить все Соединённые Штаты. И уже где-то в одном из крупных городов США взорвался автомобиль, и Дональд Трамп всерьёз раздумывает ввести военное положение. И весьма вероятно, что он так и сделает. Понимаете? В последние дни, до инаугурации 72-летнего Джозефа Байдена и Камалы Харрис, которая на самом деле и верховадит всеми процессами, грядёт очень интересное время во всём мире, и всех нас ждёт, боюсь, череда конфликтов, войн, даже гражданских войн, не только на территории бывшей Российской империи. Соединённые Штаты ждут мощнейшие пертурбации. Это просто очевидно, как, ну, божий день. Что ж, с вами, друзья, был я, Захарыч Блаженный, из бездны своего одиночества, брошенный всеми, никому нафиг не нужный, и страшно желающий это всё завершить. А в ТикТоке песня Трио. «Избави нас от Путина» набрало уже больше 270 тысяч просмотров, меньше, чем за три дня. И там дикое количество лайков и репостов. Заходите в ТикТок, друзья, смотрите, посмеёмся вместе. Вот, распространяйте эту песню, поверьте, локальная магия сильно недооценена. А нет, вернее, эти правящие хитрецы её оценили именно поэтому на эстраде Филиппа Киркорова и прочее. А настоящих музыкантов они убивают. Вот, Тальков, Цой, сколько странных смертей. Вот, не так давно Децл, он же Кирилл Толмацкий, Мирову праху. Очень много интересных совпадений. Ну да ладно, мне всё это уже надоело. Пойду самозакопаюсь в своей последней землянке. Доброго вам всем дня, с наступающими праздниками. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, поддержите мой труд. А если однажды выкупаюсь, продолжу вести свой каналчик. Вообще, конечно, депрессия адская, и перед праздниками всё хуже и хуже становится. Но старайтесь быть хотя бы вы веселее.